Всем привет! Только что выпустил видеоролик о разметке жесткого диска и сразу побежали вопросы Вот довольно таки любопытный вопрос от Юрия Леонидовича значит спрашивает играет ли роль порядок установки сборок? Ну я ему написал что сборки значит авторские ставятся через SystemBug, а официально их собственными инсталляторами Юрия значит интересовал вопрос другого плана В каком порядке ставить? Сначала поставить WinDo а потом ставить Linux Потому что он пишет, что если вначале поставить Linux а потом WinDo то при загрузке будет только загрузка WinDo Linux она не увидит Есть такое противоречие Для меня собственно говоря роли это не играет Чуть позже объясню Вначале значит если вы хотите ставить две операционные системы не зависит XP-шка, семерка, восьмерка, десятка то ставьте сделайте разметки жесткого диска программы G-Party затем ставьте WinDo и затем ставьте Linux в таком порядке Linux включается первым в нем уже пойдете в загрузчики в Super Boot Manager групп Кастомайзер и настроите все это дело по своему усмотрению У меня на эту тему по настройке загрузчиков меню на моем блоге а попасть на мой блог на мой блог вы можете с любого видеоролика под каждым моим видеороликом есть ссылочка на мой блог Так вот вот есть специальные видеоролики по разметке жесткого диска а есть по загрузчикам операционных систем как их там настраивать устанавливать и так далее то есть я на этом зарекаться в смысле отвлекаться не буду но вопрос действительно любопытный и я сейчас покажу кусочек из моего видеоролика у меня значит уже лет 10 есть крохотулечная программа поисковик операционных систем причем она может быть скачена с любой из моих кладовочек вот если зайти на мою кладовочку на любую ну моя любимая мега вот зайдем на мега то где эту крошку можно скачать значит вот здесь вот так давайте посмотрим называлась она OS Prober вот давайте его и поищем вот она весит программа как видите полтора мегабайта в формате ISO поэтому ее можно записать и в линуксе и в винде куда угодно даже на самую маленькую флешку можете ее поставить берете вот так вот скачиваете обычная загрузка качается в лед поэтому тут проблем у вас не будет как же эта программулина работает вот посмотрите будучи записанным на флешку к примеру вы сделали глупый вариант поставили в начале линукс потом поставили винду и естественно у вас значит винду только винда и загружается а линукс не видит вот посмотрите часть из моего видеоролика качество конечно не фонтан потому что я делал запись со своего маленького мобильного телефончика но скажем так тем не менее как работает флешка вот это вот меню первое допустим здесь у вас будет поисковик операционных систем вот BUD OS пробер вы его наводите встаете вот сообщение detect линюю OS то есть выявить операционную систему любую нажимаете enter вот он выявляет винду и линукс ну вот например решили вы значит загрузиться с линукса enter нажали и пошла загрузка вот таким вот образом видите вы только что увидели как работает значит вот эта крохотулечная программка OS пробер значит откуда скачать ее я вам показал нож записать ее на флешку сможете всегда поэтому если даже вы поставили в начале линукс потом поставили винду естественно стартует винда в меню загрузки линукс не виден вы стартуете с этой флешки и идете в загрузчик вот этот в поисковик операционных систем там выбираете detect anyOS выявить любую операционную систему и он как правило нам пишет вам если выявляет винду то пишет там windows vista хотя виста можете просто на слово vista не обращать внимания оно само слово windows то есть если уж он у вас винду увидит то вот там где windows написано на нее нажимаете он стартует с нее а если увидите линукс значит наводите курсор выделяете строку где там стоит у вас линукс и стартуете с линукса поэтому я сказал что для меня лично допустим порядок порядок в каком ставить операционные системы роли не играет а вот для тех у кого этой программки нет или кому ее лень ставить то лучше вначале поставьте винду а потом ставьте линуксы вот и весь как говорится ответ на этот вопрос дальше значит посмотрите как вот сюда просто покажу вот у меня значит программа G-Party вот как я ставил я поставил в видеоуроке было видно что я поставил вначале линукс минт ценамон потом я поставил десятку но самое странное у меня значит что я ее восстанавливал не с чистого установочного диска у меня была сохранена копия Acronis я просто Acronis с внешнего жесткого диска восстановил значит копию своей настроенной десятки и поэтому у меня значит оно сразу подцепило меню загрузки вот таким вот образом а так практически значит можете использовать вот эту программку скачивайте ее ставьте там на флешку я говорю что размеры смешные там полтора мегабайта вот но работает она отменно хорошо находит операционной системы и позволяет в большинстве случаев загрузиться вот таким вот образом значит какие значит еще были особенности при доводке значит Linux Minson Mon 17.3 вот лично у меня сейчас покажу значит нюансы были значит ну во первых у меня появился для балаболки новый голос хороший Татьяна часто очень бывает что когда люди качают мою сборку на которую установлена балаболка она у них не работает в чем здесь дело объяснить не могу просто беру и переустанавливаю голоса сегодня я еще добавил один хороший голос называется он Татьяна вот его мы поставим Татьяна Эксе правой кнопкой мышки открыть с помощью Вайн нажимаем и произведем установку дополнительного голоса в балаболку а так вообще скажу вам что балаболка прекрасная программа очень хорошо читает электронные книги вот тут выдается на меню пусть мне ставят на английском языке это она предлагает установочный язык то есть она поставит не польский не английский она поставит русский но меню будет на английском языке установочное то есть процесс установки программа Татьяна у нее очень большая по размерам если у меня сама сборка занимала 150 мегабайт то вот сама Татьяна сейчас попробуем посмотреть нет не дает мне меню установки сюда перескочить ну ладно подождем покажу позже ее размеры вот а сама Татьяна значит 300 мегабайт заняла то есть самая большая по размерам но тем не менее программа хорошая голос у нее красивый и сейчас мы его просто-напросто проверим проверим значит каким образом значит ну вот здесь вот я пойду вайн программы балаболка вот запущу балаболку то есть если раньше было два русских голоса Николай и Катерина у Катерины голос был не очень Николай мне нравился всегда ну вот например как звучит Николай Сафик вел их по своим личным мешкам которые никто другой вызвать просто не мог на что ориентироваться на обломанную ветку или на заросший мхон камень под тем же деревом оставалось только целиком доверить Катерина означает да я не только поэту утру и товарищей следа влезаем свет в свет товара оказалось действительно много не зря черт дамон не скрипучит тачки ничего места не хватило пришлось обрешать за оружие а вот так звучит Татьяна Денек выдался в тепло даже душный и все четверо быстро взмокли даже Сафик хотя он конечно тачку не котел стой ушастый малик сразу замерли опершись на тачке потянули с плеч автоматы то есть как видите значит появился у меня значит на кладовочке еще и третий голос но зато размер возрос там было раньше у меня 150 мегабайт а сейчас где-то под 400 чем-то мегабайт под 450 ну скажем так оно того стоит голос хороший красивый и у пользователей будет больше вариантов выбора вот таким вот образом значит ну я рекомендую значит людям попробовать если понравится значит можете оставлять у себя никаких тут особых проблем значит я не вижу что новенького появилось значит еще вот у меня было несколько видео уроков где я показывал как закрепить файлик каспер значит то есть надо было значит вот здесь вот пойти значит указать версию принудительно затем я ее заблокировал и все равно значит допустим при переходе с версии 17.2 на 17.3 или при полном обновлении системы даже эта блокировка слетала и вот у меня значит есть постоянный как говорится пользователь который очень хороший присылает советы Андрей Овчаров из Украины вот он прислал значит вот такую вот командочку посмотрите и написал что вначале нужно вот пойти значит указать версию заблокировать и после этого вот завести вот эту команду в терминал у меня она уже вишенки есть поэтому можете скачать посмотреть ну тут я пароль заведу вот ну вот помечен как зафиксированный первый раз когда подставить у вас будет помечен просто как зафиксированный вот после такой фиксации никакие там супер обновления уже на Каспер влиять не будет не будут и он будет у вас находиться в заблокированном состоянии как говорится до сих пор пока вы не решите его разблокировать разблокировать делается разблокировка вот так причем при помощи вот этой команды hold и unhold вы можете блокировать не только Каспер но и любую другую программу от дальнейших как говорится изменений чтобы там ничего такого не происходило объясню вам на примере у меня несколько раз бывало что моя программа для редактирования видеороликов раз и слетала что теперь я могу сделать вот посмотрите я допустим беру отмечаю вот переношу сюда а тут пишу значит моя редакция программа называется open shot просит пароль заводим пароль все и теперь у меня уже как говорится ничто не сможет эту программу в нее влезть и делать какие-то изменения работает она у меня на данный момент как говорится нормально и нареканий у меня к ней нет несколько раз пришлось полностью переустанавливать как говорится систему систембаком только из-за того что систембак переставало загружаться то есть появлялся квадрат такой вот на окне и как говорится с большим пролетарским приветом ну а сейчас как говорится мы ее заблокировали и программа будет работать уже как говорится до тех пор пока я не решу ее разблокировать так что вот эту вот команду судо аптмарк аптмарк использовать для блокирования изменений ваших любимых и настроенных программах чтобы они не слетали ну а для разблокировки пожалуйста вот есть как говорится противоядие ну команду Андрей прислал просто напасться замечательно потому что допустим можно было заблокировать этой программы и изменения там в Супербуд менеджере и еще в ряде программ ну ладно по крайней мере спасибо большое Андрей за такую ценную команду которая нам была прислана просто напросто спасибо